Здравствуйте! На телеканале ЖИЦУ новости. С вами Ивана Анитова и сурдоперевод Марата Жмабекова. В начале выпуска коротко о самом главном. Мир не без добрых людей. Меценат из Раймбекского района подарил многодетной матери трехкомнатную квартиру в центре Наренкола. Талдыкурганские авторы – победители в республиканском конкурсе по поддержке начинающих бизнесменов. Согласно одной концепции, в областном центре появится хостел для людей с ограниченными возможностями. Вторая задумка подразумевает установку на инвалидные коляски аккумуляторов, мощность которых хватит на 30 километров езды. Большая премьера. 15 новых постановок подготовил Алматинский областной драматический театр имени Бикин Римовой. На УРЭС будет ярким, обещают театралы. Ключи от квартиры, подарки и награды. В Раймбекском районе в честь Международного женского дня не поскупились на сюрпризы. Нургуль Аумбаева – мать пятерых детей. Своего жилья у большой семьи нет. В честь 8 марта местный меценат Телек Юсупов преподнес ей трехкомнатную квартиру в центре Наренкола. Получая заветные ключи, женщина призналась, что ее счастью нет предела. Моя давняя мечта осуществилась. Безумно благодарна меценату Юсупову за то, что он оказал такую помощь. Не каждый на такое решится. Он человек с большим сердцем. В Центральном доме культуры руководство района и местного филиала партии Нуратан чествовали многодетных матерей и пенсионерок. Трем женщинам вручили медаль Кумы Салха. Впрочем, никто не остался без подарков. Я мать семерых детей. Как и другие, две женщины стала обладательницей серебряной подвески. Спасибо руководству района за это. Подобное отношение к нам очень приятно. Надеюсь, и дальше будем жить в мире и согласии. К 103-летней Сеймхан Алимхазахаза из аула Кайнар партийцы пожаловали сами, чтобы поздравить долгожительницу с Международным женским днем и вручить ей свои подарки. Всего в Раймбекском районе проживает семь бабушек, перешагнувших столетний порог. Все они получили свои подарки и теплые пожелания от руководства района. Построй свой бизнес. Так называется конкурс, который на протяжении вот уже пяти лет помогает начинающим бизнесменам реализовать свои идеи. Количество претендентов на грант растет. В этом году 393 человек со всего Казахстана предложили свои бизнес-планы. В итоге организаторами конкурса принято решение поддержать восемь проектов. Также вручить дополнительные гранты для развития двух социальных проектов из города Талдыкурган. Именно об этих проектах подробнее в следующем сюжете. Проект на 50 тысяч долларов. Столько выделено на возведение нового хостела для людей с ограниченными возможностями. В гостинице будут созданы все условия для проживания приезжих инвалидов-колясочников. Планируется оборудование здания в 600 квадратных метров подъемниками, рампами, специальными лифтами и 16 номерами, которые полностью приспособлены под человека с физическими ограничениями. Хостел будет построен в юго-западной стороне Талдыкургана. Примерные расценки на проживание около 40 тысяч тенге в месяц на человека. Нужно сделать первое жилье. Когда жилье будет реализовано, и мы начнем другую стадию. Рядом строят тренажерный зал. И в будущем она превратится на центр реабилитации, уже полная комплексная реабилитация. Но кроме этого будут уличные тренажеры, аллеи. Получается, они в свободное время могут позаниматься на улице. И для города Талдыкургана уличные тренажеры будут совершенно бесплатные. Еще один проект, удостоившийся гранта и набирающий особую популярность среди населения – электромобиль. Аккумуляторная приставка для инвалидной коляски. На эти цели выделен грант на сумму в 10 тысяч долларов. Автор идеи Нурбулат Карабасов говорит, что приспособление значительно расширит возможности инвалидов. Этот проект даст новые возможности для людей с ограниченными возможностями. С таким приспособлением в день можно проехать до 30 километров свободно. Когда обычной коляской можно проехать максимум 5-6. Соединяется она с коляской всего за 15 секунд. Пять месяцев назад мы участвовали в конкурсе «ЖАЗПРОЖЕКТ». Тогда мы выиграли грант и приобрели 4 электромобилей. В результате нашей услуги воспользовали 33 человека и проехали 1800 километров. Новшество заинтересовало не только наших талдыкурганцев, но и жителей других областей. Благодаря выигранному гранту теперь мы будем реализовать проект и в городе Алматы. Хочу отметить такой проект во всем Казахстане только один. В этом году 10 участников конкурса «Построй свой бизнес» получили рекордную сумму грантов в размере 260 тысяч долларов. Конкурс проводится ежегодно благотворительным фондом САБИ при поддержке Кинеса Ракишева и Вячеслава Кима. Пана Анитова, Ержан Дюсен, Жаек Курманбаев, телеканал ЖИЦУ. Руководство края ЖИЦУ проверило состояние придорожной инфраструктуры в регионе и пришло к выводу, что большинство точек общепита не соответствуют эстетическим и санитарным нормам. На совещании под руководством заместителя Акима Алматинской области Айдарбека Байжанова обсудили сложившуюся ситуацию. Выездная проверка выявила множество нарушений. Большинство кафе и столовых нуждаются в капитальном ремонте и обновлении. Нет условий для соблюдения личной гигиены, в некоторых вообще отсутствуют туалеты. Где персонал и посетители справляют естественные нужды, остается только догадываться. Заместитель Акима области поручил отечественным органам навести порядок. Заместитель Акима области Вы должны были все это обехать, комиссия создана была, все эти районы были уведомлены. Мне нужно четко знать, почему в этом направлении ведется работа, слабо ведется работа. В чем причина? В Текеле произошло подтопление. Два десятка дворов подверглись угрозе остаться подталыми водами. Однако, благодаря вовремя принятым мерам, неприятности удалось избежать. Сотрудники департамента ПЧС заложили мешками с песком место, откуда вода уже начала поступать в город. По словам руководителя местного ЖКХ, Галума Козылбаева, беспокойство у них вызывает улица Шевченко, которую уже затапливала несколько лет назад. Однако, в этом году мы готовы к любым капризам природы, запаслись топливом и необходимыми материалами для предупреждения паводков и контролируем потенциально опасные участки, говорит глава ведомства. 11 марта примерно в часов 15-30 поступило телефонное сообщение дежурного Акимата, что по улице Шевченко, 48, вода с канала поступает по улице и смывает водопроводную сеть. Мы до 8 вечера устранили данную утечку воды, но было задействовано 15-20 госслужащих со всего отдела и задействовано было 2 единицы техники. Значит, 50 мешкотар было завезено на этот участок и воду отвели своевременно, без никаких нарушений или ущерб населению. Реализация программы «Пять социальных инициатив» президента на контроле у партии НРОТАН. Сегодня на площадке региональной службы коммуникации первый заместитель председателя Алматинского областного филиала партии Халиаскар Сарыбаев ознакомил представителей СМИ с планом выполнения задач, озвученных главой государства в своем послании. В течение двух месяцев партия большинства будет вести активную разъяснительную работу среди населения. Казахстанцам расскажут о преимуществах новой ипотечной программы и других четырех социальных проектов. Кроме того, в ходе брифинга представители «Жилстрой Сбербанка» заявили о поддержке ипотечной программы «7-20-25». Без жилья человек, конечно, не может жить. Значит, для этого выделяются кредиты. Если примерно говорить, один триллион тенге будет выделяться, будет даваться банкам второго уровня. И каждая, она не должна превысить 7%. Например, сейчас 14-16%, а там 7%. Там не менее 7% написано. Значит, все конкурентные среды будут среди банков второго уровня. Значит, кто-то под 3%, кто-то под 4%, кто-то под 7%. Кому как удобно. В связи с этим, многие, которые получают среднюю заработную плату, например, 60-70 тысяч, этот человек уже может получить квартиру. Жасутановцы вышли в люди. Представители Алматинского областного филиала «Молодежного крыла Жасутан» раздали информационные листовки с разъяснениями пяти социальных инициатив главы государства. Останавливая прохожих в общественных местах и торговых домах, волонтеры рассказывали о новой жилищной программе, планах по снижению налоговой нагрузки, повышении доступности и качества высшего образования, расширении микрокредитования и газификации страны. Большую заинтересованность проявила молодежь, потому что именно на улучшение их социального положения направлены инициативы президента страны. Продавцы и реализаторы расспрашивали об увеличении микрокредитов. По словам организаторов, подобные акции будут проведены повсеместно. «Мы планируем провести широкомасштабную разъяснительную кампанию. Сегодня мы охватили торговые дома. Такую же акцию в ближайшие дни намерены организовать в высших учебных заведениях, колледжах и общежитиях не только областного центра, но и в районах. Наша цель – ознакомить с инициативами Эльбасе как можно больше населения. Главное – донести суть нововведения до каждого казахстанца». Вековые традиции не должны исчезать в современности. Алматинский областной филиал партии «Нуратан» устроил в Жамбылском районе акцию «Эс наураз». Мероприятие организовано в Доме культуры села Мунбаев в рамках программы «Рухани Жангру». Самодеятельные артисты из местных творческих коллективов продемонстрировали зрителям традиции, связанные с самужеством, рождением и воспитанием ребенка. По мнению организаторов, подобные акции помогают сохранить культуру казахского народа, а также воспитать чувство патриотизма у молодежи. У нас впереди много планов по реализации программы «Рухани Жангру». Мы должны вносить свой вклад в развитие нашей страны, а также почаще проводить такие акции. Это даст хороший эффект для развития. Продолжаем выпуск «Событиями в мире». Марин Липен переизбрана главой Французского национального фронта на второй день съезда ультраправых популистов в Лиле. Это уже третий срок председательства политика, которая возглавила партию, основанную ее отцом Жан-Мари Липеном, в 1972 году. Впервые съезд проходит без его участия. Из-за конфликта с дочерью отец-основатель в Лиле не приехал, а на съезде его уже лишили и почетного председательства. Зато чествовали гости из-за океана, радикальный консерватор Стив Беннон, экс-советник президента США Дональда Трампа и главный стратег его предвыборной кампании. Стив Беннон был уволен из Белого дома в августе прошлого года из-за скандальных высказываний в интервью для книги «Огонь и ярость», после чего Трамп заявил, что его советник сошел с ума. Тысячи каталонцев собрались в Барселоне, чтобы потребовать от региональных законодателей сформировать правительство, которое будет продолжать настаивать на отделении их региона от остальной части Испании. Протест был организован ведущей общественной организацией, выступающей за независимость региона, Национальной ассамблеей Каталонии под лозунгом «Республика сейчас». Политический кризис в Испании начался после того, как каталонские лидеры 1 октября, вопреки решению Конституционного суда Испании, провели референдум о независимости, а затем парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании. В США, в столице штата Кентукки, взорвали самое высокое здание. Башню высотой более 100 метров построили в 1972 году. В ней располагались офисные помещения. В последние годы в здании начались проблемы с канализацией. Стали осыпаться фрагменты облицовки. В 2008 году местные власти приняли решение о ее сносе, но осуществили его только сейчас. Право провести подрыв было продано на аукционе за 15 тысяч долларов. Они пошли на благотворительность. На освободившемся месте будет построено новое офисное здание, в котором разместятся полторы тысячи сотрудников. Мрамор с разрушенной башней планируется использовать в отделке холла. Информацию подготовил Ануар Амангельдинов по материалам интернет-ресурсов. В университетах Актау планируют расширить количество специальностей, приоритетных для региона. В список войдут медицина, агропромышленный сектор и IT-технологии. По этим специальностям выделят дополнительные гранты Акима региона, потому как именно эти направления наиболее востребованы в области. Больше пяти тысяч студентов сейчас учатся в двух университетах Актау. Из них свыше трехсот по государственным образовательным грантам. Чаще всего выпускники школ выбирают специальности, связанные с нефтепереработкой, экологией, IT-технологиями и морской техникой. На последнюю республика ежегодно выделяет по 60 грантов. Из них больше 50 достаются Актаускому госуниверситету. Настоящую нехватку специалистов испытывает Актауский машиностроительный завод. Только в один отдел здесь требуется свыше 10 инженеров-конструкторов, еще больше инженеров-технологов. Сейчас на заводе переходят на новые оборудования, а значит, нужны специалисты и в IT-сфере. За минувшие сутки в центральных улиц Усть-Каменогорска откачали больше 4000 кубометров воды. В целях безопасности горожан занятия в городских школах и колледжах отменены. В окрестностях города потоплено свыше 20 частных домов. Как результат, центральные улицы города сейчас больше напоминают реки. В час пик останавливаются автобусы. Горожане не могут добраться до рабочих мест. На данный момент в диспетчерскую службу городского водоканала поступило больше 150 звонков от горожан, оказавшихся в зоне потоплений. Превратить любимое хобби в бизнес смогла павлодарская художница Алтын Атеева. Она в совершенстве владеет техникой батика. Теперь мастерица декоративно-прикладного искусства решила покорить казахстанские и зарубежные рынки. Изучив основы введения бизнеса, мастерица рассчитывает получить государственный грант. Три миллиона тенге планируют потратить на оборудование, которое позволит ей ускорить процессы приготовления материала для художественной росписи. Художница планирует совместить технику батика с вышивкой кожи и деревом. Ее мечта – создать уникальный бренд, изюминкой которой станет отображение древней культуры казахского народа. Обзор республиканских новостей подготовила Одина Ахмедкалиева по материалам интернет-ресурсов. В Талдыкургане при поддержке главы региона прошла ежегодная акция ТАХЗАМ. Посвященная памяти деятелей искусства, культуры, писателей и журналистов, несших свой вклад в развитие ЖТСУ. Рафат Абдегулов – популярный поэт и писатель. Он исследовал труды Мухтара Ауэзова и Жамбала Жабаева. Темыргали Русимбеков – известный Акын-импровизатор, неоднократный победитель областных и республиканских айтысов. Вечер памяти вспоминали и тех, кто оставил свой след и в журналистике. Это Едель Токенов, Бакаталимов, Наталья Борсенко и ветеран телеканала ЖТСУ Турсимбек Абраимул. «Он очень рад, что проводятся такие мероприятия. Спасибо, что почтили память моего брата и всех тех людей, кто внес вклад в развитие области. Каждый из них в казахской литературе, в казахской журналистике является особой личностью. Мы должны о них помнить всегда и говорить все самые тёплые слова, которых они в своей жизни, возможно, мало слышали». Идейный вдохновитель проекта Управления по развитию языков, информационный партнёр телекомпании ЖТСУ. Про каждого из героев был снят документальный фильм, собраны кадры из жизни и его творческие достижения. «Мы должны помнить и чтить этих замечательных людей. Главное, чтобы наше молодое поколение их знало. Для этого мы и проводим это мероприятие. Чтобы их имена не затерялись в истории, молодёжь должна сохранить наследие, которое оставили наши соотечественники». «Уникальный проект непременно будет продолжаться», — обещают организаторы. «Благодатная земля ЖТСУ взрастила немало личностей, достойных памяти и уважения». Театральный бум. 15 спектаклей подготовил областной драматический театр имени Бикен Римовой своим зрителям. «Наурез» обещает актёры будет насыщенным, ярким и незабываемым. Череду праздничных постановок открыла сказка Еркеблана Кабдыла Наурез. По взмаху волшебной палочки толдукурганские школьники очутились в волшебном лесу, где главные героини, домашние дикие животные, умеют говорить, танцевать и петь. А мальчики и девочки примерили на себя роль волшебников, помогая сказочным персонажам преодолеть различные преграды. Тема спектакля «Наурез» можно сказать классическая борьба добра и зла. Однако главная задумка автора пьесы – знакомство маленьких зрителей с обычаями и традициями казахского народа. В постановке представлены национальные игры, музыка, костюмы с элементами орнамента. Я искал именно сказки для Науреза, но их очень мало и почти нет. И даже если есть, они мне не нравятся, потому что их на сцене показывать очень тяжело и очень сложно, потому что драматургические они неправильно написаны. И поэтому я сам написал. Я хотел показать детям, что такое Наурез, откуда вся эта легенда вышла, и это все показать. Своебразное знакомство с культурой казахского народа и счастливое завершение приключения вызвало у детей шквал эмоций. Артисты театра будут радовать юных зрителей постановкой еще четыре дня. Наурез для актеров очень насыщенный. Мы пригласили из Астаны народного артиста Казахстана, заслуженного деятеля Казахстана, Нурганат Шахпай. Он сейчас готовит именно классику Ауэзова Халтая Мухаммедшанова, комедии Айман Шоупан. Вот это будет, ну еще впереди у нас тоже много постановок ожидается. Сейчас мы получили приглашение из Татарстана, кстати, на май месяц. Они вот пять-шесть спектаклей мы отправляли им, они выбрали именно Ромео Джулета. Асим Кощегулова, Жаслан Шенкенжей, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Футбольный праздник. Накануне стартовал чемпионат Казахстана по футболу. На своем поле ЖТСУ принял Костанайский табол. Отметим, что в этом году наша команда вернулась в элитную лигу нашей страны, тем самым выполнив прямое поручение Акима области Аманды Кабаталова, поставленной в прошлом году перед руководством футбольного клуба. Также стоит отметить, что в этом сезоне состав подопечных Дмитрия Огая обновился на 90%. Руководством клуба были приглашены легионеры из стран-зарубежья. Несмотря на дождливую погоду, поболеть за футболистов в ЖТСУ пришло немало болельщиков. Оказалось, не зря. Обе команды начали очень активно. Матч проходил в напряженной обстановке. Команды играли в открытый футбол. Шансы открыть счет были как у хозяев поля, так и у гостей. Но нули на табло продержались до конца первого тайма. На 39-й минуте автором единственного гола стал Бауржан Турусбек, который пополнил коллектив из Костаная этой зимой, перейдя из алматинского Кайрата. Форвард не стал праздновать взятие ворот, так как в прошлых сезонах он защищал цвета футбольного клуба ЖТСУ. Соперник очень понравился в плане организации игры, введения командных действий. Значит, у нас, в принципе, тоже план, как бы мы выполняли. Хотелось бы, конечно, улучшить. Второй тайм ЖТСУ увеличил накал игры. У нападающих Олега Хромцовой и Ельжа Салтымбекова были хорошие моменты, чтобы сравнять счет, но их старания не увенчались успехом. Галкипер Гассей был на месте. Так, по итогам 90 минут, счет 0-1 в пользу Табола. Были атаки неплохие, но не было... В завершающей стадии немножко не хватало завершения, но в атаке. Значит, то, что пропускал игру у нас нападающий Милан Боевич за двух... В прошлом году за две желтые карточки Красного получил в последнем туре за Кайсар. Поэтому в этом году пришлось ему пропустить первый тур. И в связи с этим у нас, честно говоря, были проблемы. Свою следующую игру ЖТСУ проведет также при своих болельщиках. Семереченцы примут у себя действующего чемпиона столичную Астану, которая в своей первой игре разгромила коллектив из Уральска Ахжаек со счетом 3-0. Азаджу Маханов, Айдос Калиев, телекомпания ЖТСУ, Талдыкурган. В Талдыкургане завершились отборочные игры спортфест Казахстан-2018. Всего в соревнованиях приняли участие около 600 учеников 8-10 классов из 16 районов и трех городов нашей области. С места события Азаджу Маханов. Более 500 участников региона попробовали свои силы в турнирах по национальной игре Токус-Кумалак военно-прикладным видам спорта, шахматам, настольному теннису, баскетболу и футзалу. Проект спортфест Казахстан реализуется фондом коммуникативной инициативы при поддержке фонда развития социальных проектов «Самрук Казна». Цель данного мероприятия – популяризация массового спорта среди молодежи. Основная цель проекта – это поднятие престижа спорта в целом среди молодежи. Проект является благотворительным. С собой мы привезли инвентарь. Вот этот инвентарь остается у вас в регионе. Передаем на благотворительной основе. Проводим во всех регионах страны. Талды Курган – уже 13-й регион республики, в котором прошли отборочные туры данного проекта. По словам организаторов, игры предназначены прежде всего для привлечения к полезному занятию детей. Как правило, в спартакьядах принимают участие ребята, которые профессионально занимаются спортом. Но эта спартакьяда будет охватывать подростков и детей, которые не имеют спортивных разрядов и достижений. Это также дает возможность раскрыться новым талантом, говорит Айнур Мусапирова. Спартакьяда Спортфест прошла на хорошем уровне. Все участвующие команды отнеслись к Спартакьяде очень серьезно. Подготовка была на хорошем уровне. Теперь каждый победитель в своей дисциплине будет защищать честь Алматинской области уже на республиканском турнире «Спортфест Ми-2018», который пройдет летом нынешнего года в лагере «Балдаурен» в городе Щютинск. К слову, финальная часть будет ознаменована участием олимпийских чемпионов и звезд казахстанской эстрады. Азаджи Маханов, Надир Хамзин, телекомпания ЖТСУ, Талды Курган. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин